Накануне 30-летия независимости Республики Казахстан председатели мажориса парламента Нурлан Нигматуллин и Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов вручили государственные награды северо-казахстанцам, внесшим значительный вклад в развитие региона. Церемония награждений состоялась в областном русском драматическом театре имени Николая Погодина. Тему продолжит наш корреспондент. За три десятилетия казахстанцы добились успехов в различных сферах деятельности. Выступая перед североказахстанцами в канун праздника, председатель мажориса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматуллин отметил, наша страна вступила в четвертое десятилетие независимости. Перед нами стоят новые амбициозные цели и задачи. Для их достижения есть все. Прочная основа, четко выверенная долгострочная стратегия, новые инициативы руководства страны и, конечно, созидательный труд всех казахстанцев. Как вы знаете, первый президент Нурсултан Абишевич Назарбаев недавно сформулировал свой свод принципов семь столпов государственности, которые являются ключевым ориентиром для всех нас в новую эпоху. Независимость, единство и согласие, родная земля, семья и традиции, национальная культура, стремление к знаниям и трудолюбия, прагматизм и эффективность. Эти великие ценности, которыми всегда руководствовался сам Ельбаса в своей работе во имя страны, сегодня стали ориентиром для будущих поколений. За 30 лет мы прошли дорогу, равную столетиям своим уникальным казахстанским путем. И самое важное, без тяжелых кровавых потрясений и конфликтов, подчеркнул в своем обращении глава региона Комарак Сакалов. Мы перешли в другую общественную формацию, построили новую экономику, сформировалось новое мышление. Очень важно было воспитать в людях настоящее чувство хозяина, который отвечал за все, что его окружает. И наша область – живой пример всего процесса всестороннего становления государства после обретения суверенитета. Валовый региональный продукт в области за последние 30 лет вырос в 15 раз в долларовом выражении. ВРП на душу населения увеличился в 23 раза также в долларовом выражении. Самая главная наша отрасль, это аграрная, получила качественно новый импульс для развития. Производительность труда в сфере только за последние 10 лет выросла в 7 раз. В этом году валовый объем сельского хозяйства достигнет 890 миллиардов тенге, что в два раза превышает уровень 2017 года. Независимость в первую очередь дала возможность государству постоянно повышать и улучшать стандарты качества жизни. Все успехи и достижения нашего региона стали возможны благодаря государственной поддержке и самоотверженному труду наших земляков. Многие из них удостоены государственных наград. Орден Парасад вручен доктору исторических наук археологу Виктору Зайберту, возглавлявшему археологическую экспедицию, открывшую в Североказахстанской области памятник эпохи и неолита поселения Батай. Орденом Курмет награжден ряд наших земляков, добившихся успехов в государственной службе, предпринимательстве, образовании, здравоохранении, искусстве и других сферах. Среди них глава компании «Экпин-2002» Экпин Абиев, активно участвующий в общественно-политической жизни региона. Труд, соглашенный во благо Отечества, труд творческий, труд политического соединения нашего государства, он всегда найдет своего хозяина. И вот со многими сегодня, значит, это случилось всех с этим, с этими наградами я поздравляю. Орденом Янбек Данкы третьей степени награждены токарь механо-сборочного цеха, акционерное общество МУНМАШ, ветеран труда, кавалер, заслуженный машиностроитель Казахстана Сергей Каретов и машинистка башенного крана с 40-летним стажем работы в строительстве Фархана Сафаргалеева. Медаль Ирли Геушин вручили начальнику пожарной части Управления по чрезвычайным ситуациям Департамента чрезвычайной ситуации Айдбайоса Удвакасову, спасшему за время службы 16 жизней. Приступили к поиску пострадавших. В одной из квартир мы нашли девочку. Надев ей спасательный капюшон, вывели ее на свежий воздух и передали к этой службе помощи. Наши прославленные земляки защищают спортивную честь страны на международных аренах. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, член сборной Казахстана по легкой атлетике Ирина Эктова награждена медалью Ерен Энбегеушин за заслуги в сфере физкультуры и спорта. Своим трудом, своими медалями я ежедневно доказываю сама себе, что я являюсь истинным патриотом своей страны. Я горжусь. Я ею горжусь. Я ценю и уважаю. После церемонии награждения состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Елена Горбань, Анатолий Белонок, Служба новостей.